Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня среда, 2 марта 2022 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Сегодня я хотела бы обсудить с вами последствия тех мер, которые были оглашены Евросоюзом в отношении семи крупных российских банков и также отключения России от системы финансового оповещения, банковского оповещения SWIFT. Последние меры преподносятся как мощнейший удар по российской экономике. Эту точку зрения сегодня весь день распространяли европейские средства массовой информации. Несколько позже, по географическим причинам, эту точку зрения подхватили американские коллеги. Ну и, соответственно, российская пресса с утра до вечера цитировала и европейских, и американских коллег. Таким образом они добавили драматизма, то есть они выступали сегодня как такие приглашенные плакальщики, знаете, в средние века плакальщиков, солидные люди приглашали. И все было бы, в общем, идеально с точки зрения информационной войны. То есть это уже было такое полотно, вы знаете, такой есть средневековый художник голландский, его зовут Ерун Бош. И вот это уже было такое полотно Еруна Боша, полнейшего апокалипса. Но тут вступили поляки и литовцы, и в значительной степени они разрушили этот прекрасный имидж, который создавали столько серьезных людей. Итак, Польша и Литва выступили с возмущением, потому что они сказали, что это не настоящие ограничительные меры, это их симуляция, потому что они непоследовательны, потому что они несистемны. И поскольку они непоследовательны, поскольку они несистемны, то, соответственно, ожидать какого-то эффекта даже в среднесрочной перспективе от них просто невозможно. То есть, безусловно, любые санкции приносят эффект не всегда сразу, не всегда в среднесрочной перспективе, но они должны применяться именно системно и последовательно. Потому что российские банки, которые занимаются платежами за энергетику, то есть газ и нефть, они остались вне этих мер. То есть, соответственно, Газпром может продолжать функционировать и ряд других банков, как Сбер, может продолжать функционировать и принимать, отправлять платежи и так далее. То есть, это все очень непоследовательно, иначе это быть и не могло, потому что пока что, слава богу, Запад еще не совсем достиг такого уровня менталитета, как, знаете, сегодня какие-то все средневековые такие мотивы, как средневековые японские рыцари, которые шли к самому врагу и у него на пороге совершали харакири для того, чтобы тень омрачала жизнь врага, чтобы к этому врагу постоянно приходило привидение. Но я хочу сказать счастье для всех нас, все-таки Запад не дошел до такого уже окончательного средневековья, хотя я считаю, что мы максимально близки к нему, к сожалению. И, соответственно, был предпринят ряд мер, который воздействовал очень серьезно, я считаю, на умы и сердца россиян, и в первую очередь благодаря тому, что российская пресса не имеет обыкновения ничего фильтровать, то есть они заглатывают блесну, потому что они исходят из того, что центр вселенной находится в США или в Европе, но, так сказать, это уже зависит от конкретных взглядов редактора, и поэтому они распространяли сегодня эту информацию, я повторюсь, да, это большой успех с точки зрения информационной войны, потому что очень многие россияне уверовали в то, что они переживают вот этот конец света с картины Яруна Боша, все это так, но я бы хотела здесь рассмотреть именно то, о чем говорят поляки и литовцы, то есть вот эту критику того, что предпринимается, и пояснить, почему их критика так обоснована, поскольку в качестве примера вы можете обратить внимание, ну, я, во-первых, уже сказала, что торговля нефтью и газом продолжается, но, что касается всего другого, то достаточно посмотреть на то, что происходит с Ираном, потому что они под санкциями с 1980 года, эти санкции не принесли того успеха, который ожидался, соответственно, президент Обама в 2011 году, да, в 2011 году он добавил еще санкции, но, опять-таки, они не приносят желаемого результата, потому что в современном глобальном мире очень сложно кого-то изолировать, то есть объективно это очень сложная задача изоляции кого-то, поэтому я думаю, что на сегодняшнем высказании Сергея Лаврова по поводу того, что Запад решил вести железный занавес, я думаю, что это скорее такой литературный образ, чем, опять-таки, реальность, потому что, в первую очередь, невозможно кого-то изолировать в глобальном мире, мы это видим на примере Ирана, потому что среди банков находятся те, кто желает быть посредниками, то есть эти банки находятся в других юрисдикциях, не в Евросоюзе, не в США, соответственно, эти банки зарабатывают на том, что они оказывают услугу посредника иранским банкам, и, соответственно, иранцы продолжают строить свою жизнь, выстраивать свою жизнь и даже в определенной степени развиваться, несмотря на все эти усилия, и, поэтому, то же самое можно сказать и про Россию, что, в принципе, эта задача невозможна, неосуществима, потому что в мире существует колоссальное количество банков, и, соответственно, банки будут также выстраиваться в очередь для того, чтобы оказывать посредническую услугу России и на этом зарабатывать, конечно, несомненно, это будет дороже, но также это будет дороже и Западу, то есть это взаимозависимость, и потом не стоит забывать, что в настоящий момент Китай выступает на стороне России, и у нас уже есть много тому доказательств, в первую очередь, то, что китайские представители заявили о том, что они не поддерживают финансовые меры против России, они не будут к ним присоединяться, это официальное заявление правительственное, во-первых, во-вторых, мы знаем от американской прессы, которые были также возмущены тем, что редакторы в Китае получили очень четкие инструкции от коммунистической партии с тем, чтобы освещать украинский кризис нейтрально или с умеренной симпатией, то есть, так сказать, либо нейтрально, либо умеренной симпатией, но ни в коем случае не отрицательно. То есть это официальная позиция Китая, Китай очень надеется, что Россия будет использовать его систему оповещения вместо SWIFT, потому что китайцы развивают свою систему, им нужны клиенты, и они надеются, что, как в джунглях, знаете, для кого-то это печальный конец, и для кого-то это вкусный обед, и вот точно так же китайцы надеются, что для них это будет вкусный обед, то есть, что Россия переориентируется в своих финансовых операциях на Китай, но у России есть и своя система банковского оповещения, называется SPFS, да, я правильно процитировала, SPFS, и она появилась после Крыма, хотя говорят специалисты о том, что в настоящий момент все эти банковские системы оповещения на самом деле не меняют суть вещей, что все привыкли пользоваться SWIFT, это вопрос скорее привычки, потому что в SWIFT, SWIFT пользуются 11 тысяч банков, конечно, это очень большое банковское объединение, это удобно, это стоит намного дешевле, чем, допустим, это делать с помощью индивидуального банковского клерка, у которого это отнимет пару часов, ему нужно за это платить зарплату, то есть, конечно, если это набегает, то это приносит какие-то минусы, но говорить о том, что это действительно нок-аут или нок-даун, это совершенно неуместно, в этом плане поляки и литовцы совершенно правы, но надо понимать, что, конечно, меры никогда не могут быть настолько свирепыми, чтобы навредить тем, кто их применяет, поэтому с этой точки зрения это очевидно, что Запад, находясь в состоянии взаимной зависимости с Россией, во многих отношениях, не может применять и меры, которые будут вредить ему, то есть в настоящий момент американский доллар переживает не самые лучшие времена, скажем, в той же самой системе SWIFT, я выложу ссылку в первом закрепленном комментарии на сайт Европейского центра банка, и вы там увидите, что уже к декабрю 2020 года фактически сравнялись банковские операции в евро и в долларах, то есть у доллара очень серьезная конкуренция со стороны евро, и, соответственно, они не заинтересованы в том, чтобы Россия вообще ушла из доллара, в идеале, для многих это звучит именно так, потому что многие страны считают, что США злоупотребляют своим положением владельца, можно сказать, финансовой мировой системы, и они считают, что уже давным-давно следует организовывать альтернативные системы или нейтральные системы, системы, которые не зависят от США, и это нужно не только России или Китаю, это нужно также Европе, потому что невозможно пользоваться через, можно сказать, 70 лет той системой, которая сложилась из-за Второй мировой войны, потому что экономики восстановились, мы живем в другом мире, это интересно, экономики восстановились, а теперь они начинают друг друга, как бы это сказать, побежливые, друг друга досаждать, скажем так. И таким образом, в настоящий момент очень все зыбко, поскольку, с одной стороны, Запад хочет показать, что они предпринимают активные усилия для того, чтобы ограничить и сдержать амбиции России, с другой стороны, не хотят навредить себе, все эти меры половинчатые, но, конечно, я хочу сказать, что сегодня я считаю, действительно, я повторюсь еще раз, что это был грандиозный успех с точки зрения именно информационной войны, потому что большинство российских граждан уверовали в то, что это действительно апокалипс, это конец света, что это колоссальный дар по экономике, этому способствовала не только пресса, но и Набиулина, у которой нет вообще, в принципе, никаких лидерских качеств, потому что человек с такой робкой душой не может возглавлять банковское дело, то есть это просто невозможно, я не говорю, что там обязательно должны быть такие акулы, как на Уолл-стрит, но, тем не менее, должны быть люди с твердым характером, потому что нужно вести людей за собой, конечно, это кризис, несомненно, это кризис, но малевать это как конец света, это явный перебор, и к тому же я считаю, что, конечно, российской прессии не мешает научиться фильтровать информацию, прежде чем ее публиковать, потому что то, что меня удивляет, это, конечно, совершенно детское доверие к печатному слову на Западе и полное непонимание того, как Запад везет информационную войну, я уже об этом говорила, я считаю, что это колоссальная проблема в России, что Россия отвечает звонкой, тишиной, что не ведется никаких контропераций, то есть это должно быть, как они должны нейтрализовать то, что делает противник, они этим не занимаются, они не придают этому никакого значения, то есть сейчас получается ситуация, когда российская публика очень страдает от именно вот этих информационных атак при полном, я бы сказала, попустительстве своего политического бомонда, я уже их критиковала и не перестану их критиковать, потому что именно они должны сегодня находиться в непрерывном контакте с людьми, объяснять и разъяснять, привлекать экспертов, рассказывать людям о том, как Россия будет выходить практически из этого положения, потому что призывы Набиулина и сплотиться, я считаю, это не те слова, которые сейчас должны говорить люди в ее положении, то есть она должна действительно давать намного более детальные объяснения россиянам о том, что она собирается предпринимать, как она собирается входить из этого положения, я понимаю, что не стоит публиковать имена, адреса и коды тех банков, которые будут посредниками, но тем не менее она должна хотя бы концептуально поделиться с российскими гражданами тем, чем она собирается заниматься стратегически, но я думаю, что самый оптимальный вариант будет, если вместо Набиулиной будет какой-то другой твердый кадр, который имеет лидерские качества и который сможет выправить эту ситуацию, который, я повторю, в значительной степени является плодом этой информационной войны, которую ведет Запад против России и который не получает никакого отпора, никакого ответа. О том, что касается Russia Today, о том, что касается радиоспутника, я хотела бы поговорить отдельно, я надеюсь, что то, что я вам сказала, было не безинтересно, я выложу пару ссылок на статьи, в частности и на информацию Центробанка, с тем, что вы могли самостоятельно с ними ознакомиться, и мне не стоит верить на слово, вы можете проверить мои слова, цитаты польских политиков, о том, что они думают, и, соответственно, я буду ждать ваших реакций, я желаю всем прекрасного вечера, я благодарю всех, кто принимает участие в полемике, я благодарю всех, кто ставит лайки, кто закрепляет их нехитрыми предложениями, спасибо, мне было интересно, ставлю лайк, чтобы они не исчезали, и, конечно, я отдельно благодарю всех тех, кто поддерживает мой канал донатами, и ваши имена будут в первом закрепленном комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok